Первый фестиваль стартовал в июле 2014 года на Дальнем Востоке по инициативе Александра и Маргариты Щеряковых. Вот уже пять лет короткометражные фильмы, снятые в России, показывают по всему миру. 67 стран и более тысячи городов. Никакого статусного жюри и никаких билетов. Только лучший короткий метр и открытое небо. Десногорск к этому движению присоединился впервые. Сегодня мы ждем, конечно, наш город Десногорск, большое количество зрителей. Надеемся, что первый опыт будет удачный. На баскетбольной площадке 4-го микрорайона собралось более 200 человек, в основном молодые люди. Показ начался в 10 часов вечера. Удобно расположившись, зрители, они же народные жюри, окунулись в мир современного короткометражного кино. Программа этого года отбиралась ведущими российскими киношколами. Все фильмы – это новинки, снятые в этом году в разных жанрах и стилях на любой вкус. Всего на суд зрителей было представлено 8 кинолент. Это «Суперприз», «Половинки», «Кругосветка», «Цук-цкванк», «Успех», «Я тебя вижу», «Темная ночь» и «Ой». Все они были представлены по миру одновременно, исходя из часовых поясов. Десногорцы также смогли оценить ленты и кинотеатр под открытым небом со свободным входом. Мне довольно-таки интересно, для нашего города это что-то необычное. У нас такого кинотеатра нет и, в принципе, отлично. Вот видите, молодежь собралась же. В принципе, довольно-таки хорошо. Очень интересная такая идея. Новая для нашего города. У нас такого подобного никогда не было. Ну, плюс такие короткометражки очень интересные. Хорошая идея. Первый раз смотрю такой формат и на улице все очень нравится. Здорово, просто это немного неудобно, я бы сказала. Было бы... Комарики. Да, в основном из-за насекомых, из-за условий. Было бы здорово, если бы экран был больше, потому что у людей, у многих плохое зрение, допустим, как и у меня. И я так вижу размытое все, что было. Мы рады, что показывают короткометражки, потому что сидеть здесь два с половиной часа, это очень трудно. Ну, комары, это да, это самая главная проблема, потому что не летают, кусаются. А так, ну, приятно. Это на самом деле очень интересно, когда ты сидишь на улице, там что-то гудит, гудит, и тебе показывают фильм. Кинотеатр был открыт до 12 часов ночи. Во всех городах и странах по окончании демонстрации фильмов прошло публичное голосование за лучший короткий метр этого года. Так как для нашего города этот показ пробы пера, десногорцы пока не участвовали в голосовании. В сентябре организаторы озвучат фамилию молодого режиссера, чья работа собрала больше всего голосов. Ему достанется по-настоящему народная статуэтка, отлитая из кусочков металла, собранного во всех городах-участниках.